ВОЕННАЯ КОНФЛИКТЫ Что ждет Россию в 2016-м? Каков путь России в истории? И куда следует стремиться? Об этом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. ВОЕННАЯ КОНФЛИКТЫ ВОЕННАЯ КОНФЛИКТЫ Это ее традиционное место в истории человечества. Между цивилизациями. Не занимая главенствующей позиции, но принимая на себя удары и умиротворяя все стороны, поглощая агрессивную энергию и Османской империи, и Наполеона, и Гитлера, вот роль России в истории, уверен Леонид Ивашов. И сейчас, войдя на Ближний Восток и бросив вызов Западу, Россия становится самостоятельным игроком в геополитике. И это даже скорее не разумное решение руководства, а историческая заданность России. Будут еще удары в спину, уверен эксперт. Будет длительный период восстановления мира на Ближнем Востоке, на Украине, в Молдавии, Приднестровье, Армении, на Горном Карабахе. Выдержать все Россией помогали, помогают и будут помогать союзники и друзья, но рассчитывать приходится только на армию и флот. Мы должны понимать, что есть геополитические союзы. И это прежде всего мировые этнокультурные цивилизации. И таких у России большинство среди цивилизаций. Есть стратегические союзники, прежде всего военно-стратегические союзники. Вот таковых пока я не вижу у России. Есть тактического уровня союзников. Вот у ДКБ это как раз тактический уровень. А стратегическими геополитическими союзниками для нас являются Китай, Индия, особенно Латинская Америка, в будущем исламский мир. Почему? Да потому что вот эти геополитические цели такие как многополярный мир, как мир равноправных цивилизаций, как мир, в котором вот эти духовно-интеллектуальные, нравственные приоритеты будут доминировать над материально-финансовым измерением жизни. Это цивилизации, у которых некий общий такой вот смысл жизни есть, смысл своего будущего. Вот это наш геополитический союз. С ними надо работать и выводить уже на уровень стратегического уровня союзников, чтобы не только вот мы в мир строили, но и решали вот конкретные задачи. Россия брала самостоятельный путь как раз в периоды испытаний и повышенных угроз, а новый виток истории возвращает миру восточную цивилизацию. Россия сейчас выстраивает новые союзы, и в 2016 году могут быть сделаны первые шаги к новому масштабному союзу, в котором будет все на своих местах. Китай, понятно, это будет экономическим локомотивом, но Россия будет политическим, я бы сказал, биополитическим центром нового мира. И вот стоит вопрос, какие ценности будут универсальными для незападного мира, чьи ценности. А здесь, наверное, будет сочетание вот в основе православно-славянские ценности, но будут и исламские, и индивидские ценности, присутствуют ценности и культура по латиноамериканской цивилизации, которая сейчас ускоренно формируется. Вот такой будет мир. Человечество просто не выживет, оно будет уничтожено. Если оно будет, то следует вот этой модели развития, когда мы объявили войну природной своей, окружающей среде, когда каждый человек из сферы его жизнедеятельности, таких как культура, наука, образование, все работает только на прибыли. Должна быть, наоборот, экономика должна на творческий потенциал человека, и человечество работает на повышение уровня культуры, на совершение нового рывка, открытие их нового и так далее. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok